МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Санкции замест ровных умов и безумовного выполнения обвязательства по союзных погоднениях. Сегодня президент Беларуси поравнал некоторые деяния российских партнеров с элементами гандлевых войн и санкционным натиском. Жорсткие оценки прогучали на традиционной нараде с экономичным блоком Урада. Размова идет про перманентное закрытие российского рынка для беларусского харчавания, что не только подрывает экономику айчинных перепроцовщиков, а и дискредитует домовленности на высшейшем узровне в рамках союзной державы и ЕАЭС. Парадоксы заключаются в том, что, находящиеся под санкциями заходных партнеров и регулярно критикующие таки натиск, Россия выкористовывает те же инструменты суперть наиближайшего союзника. Александр Лукашенко видит в этом метина кирована и вытеснение с рынка беларусских вытворцев. Когда получил перечень вопросов, меня что удивляет? В последнее время, может быть, средства массовой информации врут, может быть, специалисты докладывают мне кривую информацию, но я каждый день слышу и читаю информацию о том, что наш основной торговый партнер, они любят это называть себе партнером, все больше и больше вводит санкции против Беларуси. Сами находятся под санкциями и осуждают это, и я тут их абсолютно поддерживаю, но в то же время подобным оружием воюют против ближайших своих союзников. То одно предприятие закрыли, то другое. Потом то ли морковь, то ли салат, то ли уже огурцы не понравились, то ли у них подозрение есть, что мы что-то тут поставляем не оттуда. И каждый день происходит закрытие наших предприятий. Нам закрывают рынок. Реакция Беларуси на такие кроки повинна быть адекватной и последовательной. Президент нагадал, что во всех отшувальных для официйной Москвы питаниях наша краина притримливается союзных обвязательствам. Яркий приклад – ремонтные работы на нафтопроводе «Дружба». Их проводили без проблемного для России испанения транзиту в углеводородов, усведомляющие, який урон это может нанести экономицей союзникам. Я приведу пример, как поступили мы годы, полтора года назад, когда мне специалисты доложили о том, что у нас в аварийном состоянии находится нефтепровод и нефтепродуктопровод, по-моему, которые идут через Беларусь, именно по нефтянке. И нам надо было бы на несколько дней закрыть для ремонта эти нефтепроводы. Но мы ведь не поступили так. Мы понимали, что это нанесет ущерб Российской Федерации. И тогда я поручил работать в аварийном порядке, но не перекрывать эти дороги, по которым транспортируется главный экспортный продукт Российской Федерации – нефть. Этот вопрос стоит и сейчас в повестке дня. Поэтому я попрошу вице-премьера Игоря Ляшенко, если нужно поставить на ремонт нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, которые идут через Беларусь, ставьте и ремонтируйте. Потому что то добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что они начинают нам выкручивать руки. Президент запотребовал разобраться в ситуации и в рамках особного доклада. На наступном тдне пропоновать комплекс мер у отказ. Задача у Рада принципово отстоять экономичные интересы Беларуси у интеграционных объединениях. А кроме этого, на нараде обмерковывали и широких других экономических тем. Среди их – питание поддержки деловой инициативы. В приватности нормативный акт, который предупреждает значное скорочение перелику лицензуемых видов деятельности. И он будет представлен к главнику державы в ближайший час. Отзначим, это один из самых шаканных бизнес-супольностью документов. На Гомельщине их засталося у всех около трех тысяч. Сегодня – международный день вызволения вязни у фашистских концлагеров. На площади повстания областного центра собрались и те, чая память заховывает вспоминные об жахах концентрационных лагеров. Сюда же пришли и представители ул.а, громадских объединений, школьники. Журботные мероприемства наведали и наши корреспонденты. Дата установлена в память об интернациональном повстании вязни у концлагера Бухенвальд. И оно отбылось 11-го красавика 1945 года. Юрий Козак оказался в лагере смерти Азарыча у два года. Туда он трапил разом с батьками и старшим братом. Об всех жахах, которые там отбывались, ведая по поведах матери. Не кормили. В аду пили с болота этого. Мокро было, как говорится, сыро. Но это благо, что был год такой, теплая зима. Вторая декада была марта месяца 1944 года. Если бы, наверное, больше было. И посчитать, что каждый день умирало там. Ну, в трех лагерях. Две тысячи человек. Сутки. Василю Пазняку 80 в 1943 году, когда ему было 4 года, оказался у Освенцами. Затем у Бухенвальд. Потом у концлагера Маутхаузен. Семью покарали за совесть с партизанами. Подчас интервью узгадывая самые тяжкие моменты этих трагичных годов. Отбирали население более кого первая, вторая группа крови. У меня первая группа. Так как надо было для немецких офицеров, солдатов, доноров. Холодильников не было. Сетка карных установ была организована и на территории нашей краины. У Гомеле концентрационный лагерь размещался на территории сучасной площади Павстания. Тут у жудесных покутах спинялось життя 100 тысяч человек. Усяго на территории Германии и оккупированных еею краин денничала больше за 14 тысяч лагеров ЕТА и Турмов. За годы другой Су-Светной войны только про слагеры смерти пройшли больше за 20 миллионов человек с 30-ти краин света. 5 миллионов – граждане Советского Союза. Прикладно, 12 миллионов человек не дожили до вызволения. Сиротых – каля 2 миллионов детей. Протягиваем выпуск от ближайших планов до перспективных. У Гомеле худко заявится парк семейных древ, а праздникальки годов – новый микрорайон. Бадай, что у самом центре. Город расти, развивается и становится больше утульным. Марина Джалая разом со специалистами наведала пляцовки, которые перетворятся у соправдные сады, а так само побывала на месте будущей жилой забудовы. Наша сдымышная бригада разом со старшинью Гомельского областного комитета природных ресурсов оховы новокольного сяродя Андреем Сушевичем на месте будущего парка семейных древ. Первые садженцы в районе озера Бурое болото заявятся 19-го красавика. Концепцию зеленой зоны подрихтовали студенты Белорусского державного университета транспорта. В первый день высадить каля полсотни древ. Удел у акции – примутю темлику и молодые семьи. Далее войска этой территории огольными намаганиями вывезли каля трех тонн сметья. Инициатива проекта належит Белорусскому республиканскому союзу молоди. Самая первая подея из основания парку станет закладка памятного каменя. Памятный камень будет установлен практически в том месте, на котором мы сейчас с вами стоим. Покажите, пожалуйста. Абсолютно верно. Вот здесь это будет обустроено местом, на котором будет заложен памятный камень. А что будет написано, выбито, что будет на камне? Ну, значит, здесь пока еще не определились, какое название в конечном итоге получит этот парк. Пока предварительно рабочее название – это парк семейных деревьев. Значит, ну и, конечно, будут произведены не только камень установлен, но и будет заложена первая аллея. В дальнейшем заявятся и другие аллеи, например, присвященные разностайным семейным юбилейным датам Альбона Радженью Детяте. Дорогие, счастливая семья завсюду ассоциируется с утюльностью, гостинностью, хатной тепленьой. А для этого треба, чтобы люди имели мягчимость избудовать властное жилье. Вот тут, например, в ближайшие годы появится новый микрорайон. Юн, пока немае назвы, вядомо только, что складать его будут около 20 шмот поверховок. Пустые за моей спиной забудуют, домы появятся на территории Адьяру до Чигунки. Это будет целый жилый комплекс с необходимой социальной инфраструктурой. Дорогие, участок Бурого болота в план забудовли не трапляя. Яка крынишка, якая находится в Побач. Побудуть новый микрорайон Побач с улицы Юбилейный сгодный генплану развития Гомеля, який несколько лет тому откорректировали. Сразумела, такая территория потребует великой подрыхтовшей работы, для чего необходимы серьезные финансовые сродки. Что касается вопросов по поводу плохих грунтов, либо каких-то там еще, скажем так, оснований, что здания не могут быть построены на этом месте, будет проводиться дополнительная работа, проект застройки микрорайонов, в котором будет определено, какие необходимо выполнить мероприятия, для того, чтобы здания эти были построены. То есть, чтобы они были обеспечены и несущая способность, и их полноценное нормальное функционирование. Поэтому эти вопросы будут, конечно же, уточняться. Просто так никто дом не построит. На болоте или как там, на плохом грунте. Докладная дата пошатку будовинства микрорайона, поколь не вызначена, а летое, что за мест пустой, что вырастут дамы, сомнений не выкликаем. А кроме высоток, планам продуглежено заявление тут некольких объектов громадского харчевания, крама, зону отпорчинку, детячего садка. Марина Джалая, Валерий Гопанько, телерадо, компания «Гомель». До речи, в ближайшую суботу, 13-го красовика, у «Гомеля» отбудется прием для шмадзетных семьев, которые ожидают полепшить свои жильевые умовы. В ходе встречи громадянам пропонуют варианты выращения жильевого питания с использованием держпотримки. Банковские работники проконсультуют обмогчимости отримания кредита на будовництво або на бытие жилого помешкания. Представники организации забудовщиков продоставят информацию об иснующих проектах и коште жилья. Сустреча пройдет с 9 до 13 годин у Гомельским Гарваканкаме. Мы протягиваем цикл сюжета у присвеченных 100 годзю милиции Гомельской области. Наступный материал про работу супрацовников криминального вышуку. Дякуючи у тем лику их профессионализму, все лет на Гомельщине означается знижение колькости таких злочинствов, як крадяжи, рабование и разбои. У этих людей, вовле, зауседу была нелегкая и часто небезпечная работа. За историей и сучасными реалиями ознайомился Олег Сентяров. С самого початку творения подразделения супрацовники криминального вышуку без работы не заставалися николи. В 20-е годы минулого 100 годзе ознаменовались масштабной боротьбой с бандитизмом. В областном музее криминалисты к этой сторонце присвечено некаких стендов. Потом была боротьба со здравниками у 40-х и 50-х, и террористовичные акты уздавалось спокойно в 60-е. Злочинность на Гомельщине была зауседы, але часом она набывала. Ведьми уже небезпечная форма. Причем здарался не только в 20-х годах в минулого 100 годзе. Вот на этом стенде есть фотосдымок отдела милиции у Весы Кольна Житковицкого района. И оно было разборно у вынеку теракта в 1962 году. Один из самых складанных периодов в работе супрацовников криминального вышуку Лихея 90-е. Практично во всех бойных городах Гомельской области тогда деяничили узброенные криминальные групповки. Сегодня майор Владимир Медведев працуя выхователем в Гомельском кадетском училище. В 90-х он был оперативником в Советском районе областного центра. Столько много было всего. Было, что и бегали, с третьего этажа от нас прыгали, догонять приходилось. Было, что по полям бегали среди ночи по картошке за бандитами. Всякое было. Приходилось физическую силу применять. Но оружие, слава Богу, ни разу не применял. Так только для устрашения. Сегодня ситуация изменилась кардинально. Оперуполноваженный Евген Чешко у криминального вышку в крыху больше 5 годов недавно тримал погоны капитана милиции. Кажет, что сирот наибольшь распосюдженных зараз злочинству крадежи як жилых помешканей у таких громадских местах. Причем часто злочинство провокует поводины самих потерпелых, и кей беспечно ставится до особистых речев. У Богу лишь ситуация бывает розная, але задача у сопрацовнику криминального вышку завсюду неизменная. Знасти злочинцу и одновить справедливость. Про выпадки, рассказывать неохотно и журналистам, и членам своей семьи, хоть близкие об особливостях их работы и так добро ведают. Дома относятся с пониманием к моей работе. Знают, что работа у меня важная, нужная. Всегда ждут и поддерживают. Олег Чентеров, Евгений Макеенко, телерадио компания «Комик». В регионе ушановали переможцев и призеров областного и заключного этапа республиканского конкурса «Энергомарафон». Журы разгляделы свыше 380 распроцовок по экономии и бережливости, представленных удельниками из всей Гомельской области. В четырех номинациях вызначили по три переможца, а у некоторых и более. Вся род проекта по практичному энергосбережению у всех обошел Илья Лахманков с первой школы Будокошалева. Его распроцовка «Девант-генератор» уже реализована уродной установой и отзначена Департаментом по энергоэффективности Республики Беларусь. Это система контроля допуска, которая питается за счет альтернативного источника энергии. Она состоит из резиновой основы, на которой находятся пьезоэлементы. Они спаяны в цепь и когда на них наступаешь, они вырабатывают электрический ток, который затем переносится на аккумулятор. Этот аккумулятор является источником системы контроля допуска. И таким образом мы решили две основные проблемы. Это безопасность учреждения и внедрение альтернативного источника энергии. Переможцей областного и заключного этапа у конкурса «Энергомарафон» у адвокацийной номинации стал проект Кольненского детячого садка средней школы Житковицкого района. Во установе с самого раннего взрослого розными способами формируют энергосберогальный светопогляд. У якости узнагороды педагогам уручили грошовые сертификаты для дальнейшего развития проекта. Абсолютным переможцем республиканского конкурса у номинации мастацкая работа по пропагандзе эффективного и рационального выкористания энергоресурсов стал Миколай Лашкевич, навышенец Ворновской средней школы Кармянского района. Его видеоролик признанный «Лепшим Украинем». Сто годов на корысть осветы Центральная городская библиотека имя Герцина отзначила вековый юбилей. Абтым, як заявилась эта установа, як она связана с Александром Герциным и над чем сегодня працует ее коллектив, расскажет Ганна Корольчук. Они звертались до уладов с просьбой о будовнести бесплатной читальни. Свои двери городская библиотека расчинила десятого красавика 1919 года на улице Замковая, 59. Книжный фонд пополнился за кошт библиотеки товарыства распоусюдживания осветы сирот Яуреев, а так само литература навыкальных установ, закрытых после революции. Библиотека была самой буйной в городе и обслуговала все категоры насельництва. Ее фонд складал 55 тысяч штаммов на шести мовах. В 1925 году установе присвоили имя Александра Герцена, якого библиотекары могут лечить своим коллегам. Находясь в ссылке в Вятке в конце 30-х годах, он ходатайствовал об открытии Вятки публичной библиотеки. Он был ее и первым читателем, и первым библиотекарем. Так что такой интересный факт из истории библиотеки. Во время войны фонд библиотеки был полностью практически утерян. Была часть вывезена в Казань, вернулась еще немного и восстанавливала библиотеку Надежды Емельяновны Чумбарова. Книги восстанавливались по крупицам. После войны городская библиотека не имела особного будинка и часто переезжала. И восью в 2009 году заняла локацию на улице Советской. Сегодня у библиотечной сети Гомеля зарегистровано около 86 тысяч выданий. Колкость наведовольников больше 500 тысяч человек за год. Читацкий билет что год уручает больше 14 тысячам гомельчан. Миновито тут комплектуют книжные фонды всех городских библиотек. Створяют электронные ресурсы, базы даденных и каталоги. Ее сопрацовники организуют все библиотечное обслуговывание Гомеля и реализуют осветницкие проекты. Работа любого учреждения это прежде всего его сотрудники. А здесь работают неравнодушные увлеченные творческие люди. Я искренне благодарна сотрудникам центральной библиотеки за их желание сделать максимально интересным досуг горожан в стенах нашего учреждения. Начиная от обслуживания предоставления информации до организации досуга организации выставочного пространства библиотеки и создания каких-то интересных ярких проектов и привлечения ярких личностей в стены библиотеки. У Гонор-юбилей библиотека организовала широк мероприемства для своих гостей сяброу. Повиншовать Герценку со стаходем пришли письменники, выдавцы, мастаки, юные читачи, фотографы. Творчие особы презентовали свои вздымки на вернисаже фотоконкурсу у кадры Герценка. У день народжения пероможцы отрымали у знахороды. Здесь всегда очень такая теплая атмосфера. Всегда рады принять всех молодых художников, молодых фотографов. Такое же случилось со мной когда-то, когда мне предложили открыть свою первую персональную выставку. Это состояло здесь, поэтому этому месту я очень благодарна. И, наверное, каждый фотограф свой такой первый проект запомнит надолго, поэтому Герценка оставила меня в душе след на всю жизнь. В библиотеку Герцена я с удовольствием хожу уже на протяжении не одного десятка лет и по мере возможности освещаю мероприятия, которые здесь проходят. И библиотека, наверное, на сегодняшний день остается тем столпом, на котором опираются и образование, и культура, и наука. Может быть, библиотека станет сложнее. Помимо книг здесь появятся мощные сервера, на которых можно будет уже найти больше книг. До речи, сейчас в Ведовецком доме Гомельская правда рихтуется книга «Портрет на фоне эпохи», примиркованная до юбилея Центральной городской библиотеки имя Герцена. Ганна Корольчук, Игорь Маришенко, Валерий Гапанько, телерадио компания «Гомель». Это и другие новости вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресі www.tvrgomel.by На этот выпуск завершен. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. В Гомеле покупатель наркотика пошел на крайность, когда его задерживала милиция. Уничтожая улики, он проглотил пакетик с психотропом. А дело было так. Оплатив товар в интернет-магазине и получив адрес закладки, двое покупателей отыскали товар в тайнике по улице Сосновой в Гомеле. Но тут внезапно появились сотрудники наркоконтроля и задержали покупателей с поличным. У 37-летней гомельчанки в ходе личного обыска был обнаружен полимерный пакет с кристаллическим веществом. Заминка вышла с 36-летним мужчиной, работающим санитаром медицинской выездной бригады. При нем наркотика не оказалось. Тогда оперативники решили исследовать его желудок. Во время проведения эндоскопии в Гомельской областной клинической больнице пакет с психотропом был обнаружен в желудке и успешно извлечен. Экспертиза показала, что изъятые кристаллы являются особо опасным психотропным веществом альфа-ПВП общим весом около 0,4 грамма. Гомельским городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотических средств. В Реческом районе на пожаре спасено 5 человек. Люди покинули квартиру через балкон по лестнице. В 20.38 по телефону 101 поступило сообщение о пожаре в агрогородке Леваширического района. Когда спасатели прибыли на место происшествия, 56-летняя хозяйка, горевшая на первом этаже квартиры вместе с дочерью покинули помещение самостоятельно. Внутри помещения и на лестничной площадке было сильное задымление. По прибытию подразделения МЧС было установлено, что в квартире происходит сильное задымление. Спасателями незамедлительно была проведена разведка, в ходе которой по трехколяной лестнице из вышележащих этажей были эвакуированы пятеро человек. Из них двое мужчин, две женщины и ребенок 2017 года рождения. В результате пожара повреждена мебель в кухне, закопченной стены в квартире. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Речицкий район попал и в сводки госавтоинспекции. К сожалению, здесь не обошлось без человеческих жертв. На автодороге М10 с границей Российской Федерации Гомель-Кобрин вблизи деревни Красноземья машиной был сбит пешеход. Водитель двигался со стороны Калинковича в направлении Гомеля. Примерно в 22.45 45-летний водитель, двигаясь на автомобиле Hyundai, совершил наезд на женщину-пешехода, которая находилась на проезжей части дороги в крайней правой полосе. При этом в темное время суток светоотражающими элементами обозначено не было. В результате наезда женщина скончалась на месте. По данному факту проводится проверка. Госавтоинспекция еще раз напоминает всем участникам дорожного движения. При обнаружении пешехода, лежащего на проезжей части, в состоянии алкогольного опьянения, либо идущего без световозвращающих элементов в темное время суток по дороге, сообщите об этом милицию по телефону 102. И еще одна информация. Управление Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области разыскивает директора частной фирмы Сергея Сакиркина. Мужчина подозревается в совершении преступления против собственности и порядка осуществления экономической деятельности. Поводом для возбуждения уголовного дела в отношении 40-летнего гомельчанина послужили результаты налоговой проверки его частной фирмы. Правоохранители не исключают появление подозреваемого в поселке Чонки Гомельского района. Гражданам, которым известно местонахождение Сергея Геннадьевича Сакиркина, просьба сообщить по телефонам Управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области по телефонам, указанным на ваших экранах. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Все по плану. Лидеры женского чемпионата Беларуси по гонболу праздновали дежурные победы в очередном туре второго этапа. Бенту БелАЗ был сильнее Городничанки 33-17. Гомель без проблем дома одолел Витебчанку 37-18. Двумя заброшенными мячами в этом поединке отметилась линейная гомельская дружина Анастасия Лобач. Спортсменка, вернувшаяся в ряды Гомеля по ходу сезона, долго восстанавливалась после травмы. В субботу подопечные Тома Жичатера сыграют в гостях с Городничанкой. В Витебске встретятся Витебчанка и Бенту. Очередная победа. Хоккейный клуб Гомель переиграл на домашней площадке Витебск. Хозяева обошлись приезжей командой и не очень гостеприимна. Победа Рыси со счетом 8-1. В субботу соперники встретятся вновь на этот раз на льду северян. После семи сыгранных туров Гомель уверенно возглавляет турнирную таблицу Игр развития. В 25-м туре без неожиданности гомельские команды ВРЗ и БЧ одержали победы в чемпионате Беларуси по мини-футболу. Железнодорожники на домашнем паркете были сильнее столичной охраны Динамо 6-0. Поездка вагоностроителей в гости к столичному дорожнику также была успешной. Команда Анатолия Яновского выиграла 8-4. Результаты остальных поединков на ваших экранах. Светлогорский и ЦКК напомню 25-й тур пропускал. В турнирной таблице без изменений лидирует ВРЗ БЧ на 5-м месте ЦКК на 10-м. В третьем туре чемпионата Беларуси по футболу высшей лиги Мозырская славя сыграет с командой Днепро. Матч состоится завтра на стадионе Спартак в Могилеве начало в 19.00. Отмечу, что по итогам двух туров счет набранным очкам в чемпионате не открыли только Славия и Днепро. Футбольный клуб Гомель свой поединок третьего тура проведет в субботу дома. Соперник столичный энергетик БГУ. Начало поединка на поле стадиона Центральный в 16.30. В Мозыре состоялась областная спартакеада детско-юношеских спортивных школ по вольной борьбе. Состязались юноши и девушки 2004-2005 годов рождения. В соревнованиях юноши и сильнейшей стала команда с дюшор номер один БФСО «Динамо». На второй строке расположились воспитанники кармянской Дю США. На третьей гомельской Дю США по боксу и пулевой стрельбе. У девушек победили спортсменки гомельской с дюшор «Сош». Второй результат показала команда мозырской с дюшор номер два. Замкнула тройку сильнейших гомельская Дю США по боксу и пулевой стрельбе. Абсолютный зачет выиграла с дюшор номер один БФСО «Динамо». На второй позиции Дю США по боксу и пулевой стрельбе. А на третьей кармянская Дю США. Областная спартакиада это отбор на республиканский турнир, который состоится в конце апреля в начале мая в стайках. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Продолжение следует...